Четвероногие любимцы, как известно, не ведают ни в чём отказа. Не обязательно быть чистопородным чемпионом выставок. Преданный взгляд и безусловная любовь смягчит самое чёрствое сердце хозяина. Этим нехитрым обстоятельством воспользовались основатели Центра услуг для братьев наших меньших из Сталина. Конечно, к нам приходят люди более обеспеченные и благополучные, которые готовы тратить время и деньги на своего четвероногого любимца. Мы взяли пример Запада, где с каждым годом всё больше жителей хотят заботиться о ком-то. А если хочешь своего любимца чем-то побаловать, это не так-то легко. Поэтому мы и решили сделать все услуги для животных под одной крышей. Итак, представьте, ваш четвероногий друг вселяется в гостиницу, где есть аптека, парикмахерская, маникюр, душ и магазин, конечно. Еда на любой вкус, включая конфеты к Рождеству. Для тех, кто бережет фигуру, вместо десерта покупаем весы и обязательно одежду по последней моде. Ведь на носу зима. За модой точно не следим, но одеваться надо. Пока у меня не было собаки, сама смеялась над людьми, которые их одевают. Но если у тебя собака без подшерстка, ей точно холодно. Она дрожит и мерзнет, как и мы. Зимой мы и ботинки надеваем. Не очень любит, но согласна и на них. У меня лабрадор-ретривер. Довольно крупная собака. Когда впервые попытались одеть его в жилет, он не одобрил. С трудом преодолели стресс. Но после он привык. Сам требует одеться перед прогулкой. Давно ли мы прекрасно обходились без курток для собак, без парикмахерских, шампуней и парфюма для четвероногих. И по сей день могли бы обходиться, наверное. Но ведь и люди раньше не мечтали о планшетах и смартфонах. Что делать, видимо, и нам придется воспитывать своих детей на новых идеалах и примерах. Тем временем в Эстонии готовятся предложить собачье такси. Наталья Гавришова, Аудрис Андреяускас, Первый Балтийский канал.